Саша Своё имя Саша прекрасно знает, отзывается на него, очень эмоционально реагирует. Если, конечно, в данный момент не занята созерцанием чего-то важного. А важного и интересного вокруг так много. Санька очень живая девочка, отдыхать ей просто некогда. Ты куда идёшь, а? Ты куда у нас бежишь, да? Давай. Смотри, что у нас такое, игрушка. Она очень любит играть со взрослыми, предпочитает играть со взрослыми, нежели с детьми. И любит индивидуальные занятия. Даже когда я занимаюсь с другими детками, Саша подползает к манежу, смотрит и хочет тоже заниматься, просит на занятия сама. Стремительно ползать по манежу Саша очень любит. Она двигается в разных направлениях, подползает к игрушкам, к другим детям. Возможно, у девочки обнаружится музыкальный дар. Но, во всяком случае, уже сейчас она любит клавишные музыкальные инструменты и бубен. Она очень любит нажимать клавиши пианино, играть на пианино. Очень любит ударять ладошкой по бубну. Любимое у нас занятие. Вот, как видели, уже она умеет потянуть игрушку за верёвочку. То есть она понимает, что, чтобы взять игрушку, нужно потянуть её за верёвочку. Бум-бум-бум, пляшет муха с комаром. Бум-бум-бум. Смотри, как мы ударяем ладошкой. Игрушки Сашу радуют и занимают. Она может подолгу совершать с ними разные манипуляции. Перекладывать из ручки в ручку, подтягивать к себе. И всё это получается у неё как-то очень уж артистично. У девочки должны быть косы. И они у Саши есть. Только страшно непослушные. И всё время стоят хохолком. Санька очень забавная, милая и эмоциональная малышка. Если с ней заговорить, в ответ получишь бесконечные арии разнообразного лепета. Общаться с Сашей хочется как можно чаще. Только не с кем. Вот была бы мама, смогла бы её выслушать, понять и пожалеть. Валерия П eight – лет при Tech. Валерия П ver. Валерия П Мечта – выпуститься и пойти на автомеханик, потом создать семью и дальше продолжать. Где бы ни был Руслан и что бы он ни делал, в глубине души всегда живет мечта о семье. Он очень нуждается в близких людях, которых у него фактически никогда не было, как не было, в общем-то, и детства. В детстве здорово было? Или не очень? Не очень. Не очень. А почему у тебя такие воспоминания? Что плохо-то было? Мать пила. Сокошков летал. Ты? Да. Вот это и вот то, что помню. Вопреки горьким воспоминаниям и вопреки жизни в детском доме, Руслан не ожесточился, не стал злым, закрытым. Как раз наоборот, такого отзывчивого и доброжелательного ребенка нужно еще поискать. В отличие от других детей, мальчишка вообще не знает, что такое лень и что такое не хочу. Руслану не нужно ни о чем просить. Он всегда видит, кто нуждается в помощи, где нужно убрать, что исправить. Если мы детям говорим, да не надо таскать много воды в ведре, пока еще вы маленькие, он идет, он никогда не нальет в ведро литр воды. Он нальет в ведре столько, сколько должно быть в ведре и несет, вот буквально прямо недавно был случай такой, идет, два ведра несет. Я говорю, тебе не тяжеловато? Нет. И он идет, даже не отдыхает. Так, значит, разрежем, выровняем. Правильно? Так, как мы в прошлый раз делали, уголок. Зажимаем. И стачиваем. Все. Таким движением. Руслан совершенно точно родился мужчиной. За что бы он ни брался, делает все очень красиво и ответственно. Из кабинета трудового воспитания его просто не выгонишь. Дела с успеваемостью обстоят не столь блестяще, и это сильно огорчает мальчика. Но потрясающее упорство все-таки дает надежду. Мне еще надо, чтобы мы по математике на четверку хотя бы вытянули. И литературу. Ну а ты сам справишься или нужно тебе помочь? Нет, сам справлюсь. Девять. Давай пятнадцать, Руслан. Блин. Десять. В четырнадцатилетнем мальчишке удивительным образом собраны лучшие человеческие качества. Честность, порядочность. Руслан мог бы стать прекрасным сыном. Он ведет себя так со всеми. Он просто такой и есть. Умеет ребенок общаться со взрослыми, как взрослый. С детьми, как ребенок. Твердый характер он никогда не предаст. Если какой-то секрет он знает, и нам хочется у него узнать, это бесполезно. Руслан растет настоящим мужчиной, и при этом он настоящий ребенок. Поет и танцует, огорчается и радуется. Отчаянно нуждается во внимании и одобрении. Обожает животных и замечает вокруг все удивительное. Вот мы недавно ездили в зоопарк. Там белки, птицы разные. Больше всего понравился медведь и лев. Лев большой, а медведь отжимался там. Если подойти к Руслану с добром, он все сделает для такого человека. Но если позвать его грубо, попытаться обидеть, вряд ли получите результат. Каким-то чудесным образом в детдомовском сообществе Руслан сумел сохранить самоуважение. Я хочу, чтобы люди ко мне относились с добром и понимали, уважали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok